Мой Междуреченск. Твое приложение. Во многих регионах горят леса. Лесные пожары бушуют на Дальнем Востоке. Сложная ситуация в Хабаровске. Больше 80 очагов сгорания зафиксировали только за последние сутки. Сразу в нескольких регионах введен особый противопожарный режим. И людям постоянно напоминают о правилах безопасности. С 15 апреля по 15 июня. Особо противопожарный режим. На всей Кемеровской области. Нет, я имею ввиду на своем земельном участке с жильяком. Нельзя допускать сжигание мусора. На приусадебных участках. Все это должно складироваться и вывозиться. Никаких бочек не должно быть. Вплоть до разведения открытого огня на территории. Часто возникает вопрос о том, что иногда пал травы. Это вроде полезное мероприятие. Однако хочу напомнить, что ни к чему хорошему такие мероприятия никогда не приводили. Бывали случаи. Выгорали целые деревни. И все это начиналось с безобидного, на первый взгляд, пала травы. Междреченск посетил Сергей Цивилев. Глава Кузбасса прибыл в наш город с рабочим визитом. Он побывал в многопрофильной больнице. Напомню, это долгострой из 80-х. И встретился с руководителями промышленных предприятий на шахте Распадская. Долгострой начали возводить в 80-х. Часть помещений многопрофильной больницы ввели в эксплуатацию. Но лечебная и административно-хозяйственная так и простояли больше 20 лет. В 2010 году президент дал поручение завершить строительство и оснастить больницу оборудованием. Но объект так и не сделали. В 2013-м из-за отсутствия финансирования стройку заморозили. Сегодня по периметру стоит забор. Сергей Цивилев отметил необходимость в дальнейшем строительстве больницы. Также пообщался с медицинскими работниками и пациентами поликлиники. Призвал направлять свои предложения по совершенствованию здравоохранения в городе. Исполняющий обязанности главы региона посетил и шахту Распадская. Особое внимание безопасности угольщиков. Я был приятно удивлен, сколько сил, сколько энергии потратила компания на то, чтобы сделать современный уровень промышленной безопасности. Мы будем их опыт обобщать, рассказывать всем остальным угольщикам. Также Сергей Цивилев обсудил развитие спорта в городе и области. Встретился с тренерами. Неустойчивая погода ожидает жителей Кузбасса. Об этом в гидромедцентре говорили еще в начале недели. Неизбежны были осадки и порывистый ветер. Междуреченцы и природные качели уже ощутили на себе. Есть ли просвет и какой погода будет в эти выходные, узнаем прямо сейчас. Повышение температуры начнется в субботу. В прохождении теплого фронта мы ожидаем. С ним усиление ветра до 15 метров в секунду. И температура в субботу днем 10-15, ночью около нуля. Также местами оставляем небольшие осадки. В воскресенье еще выше температура в пределах плюс 15. И ночные отметки тоже останутся положительными. Южный порывистый ветер, но все равно местами возможны небольшие осадки. Работники Междуреченского лесхоза озеленяют территорию. Они активно включились в месячник посадки деревьев в честь 70-летия Кемеровской области. Об этом и других событиях вы узнаете из дайджеста. Междуреченский лесхоз открыл месячник посадки деревьев. Саженцами хвойных озеленили 101-й квартал. 22 сосны вырастили здесь, в Междуреченске, питомники лесхоза. Акция не завершается. Месячник продлится до 18 мая Всероссийского дня посадки леса. За это время в Кузбассе планируют высадить свыше миллиона кустарников и деревьев. В Междуреченске стартовала акция «Аптечка для ветерана». Каждый может приобрести медикаменты для участников войны, тружеников тыла, детей войны и оставить их в аптеке. Мы можем помочь ветеранам позаботиться о их здоровье, нести определенный вклад в эту акцию. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям нашего города. Если есть такое желание, то можно прийти в аптеках, купить любое лекарственное средство. Фармацевт может подсказать. Многие получат лекарства необходимые, может быть, витамины какие-то для поддержания их здоровья. Список аптек на экране. Междуреченцы всю неделю наблюдали за реками. По данным гидрометцентра Кузбасса, уровень воды понизился. Междуреченские на Томи 292 сантиметра до опасного уровня 158. Запечатлели ледоход. Бушевала уса, вышла из берегов в Усинском, приблизилась к домам. Льдом повредила зону отдыха за киноцентром. Как только лед растает, городские службы обследуют территорию и наведут порядок, сообщила местная пресс-служба. Мать бросила ребенка. Просто оставила в подъезде десятиэтажки. Полицейские устанавливают ее местонахождение. Сообщается на сайте МВД 42. Горе-мать отвечает на телефонные звонки, но отказывается что-либо пояснить и не говорит, где находится. Огнеборцы провели пожарно-тактические занятия. Учения в детских развлекательных комнатах. Отработали план пожаротушения в торговом центре Южный. Специалисты призывают напомнить детям, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации. В Кузбасс возвращаются птицы, улетевшие на зиму в комнатах. Почему бы не помочь им с жильем, решили воспитанники социально-реабилитационного центра. Дети обратились к работникам Евраза с просьбой изготовить скворечники. Теперь домики готовы принять первых постояльцев. Дом нужен всем. И перелетным птицам тоже. Сегодня воспитанники социально-реабилитационного центра совместно с работниками Распадской угольной компании приняли участие в экологической акции. Рядом с самодельными кормушками появились новенькие скворечники. Инициатива их изготовить принадлежит воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Реализация угольщикам Распадской. Установить решили вместе. Птицы – наши друзья. Так называется совместная акция. В социально-реабилитационном центре регулярно проводят экологические уроки. Возьмите, пожалуйста. Юные экологи призвали междуреченцев присоединиться к акции и помочь птицам-путешественникам. Мы рассказываем людям о том, что птицы – наши друзья, о них тоже надо заботиться. Это братья наши меньшие. Некоторые птицы сейчас прилетели, у них не дома, они только есть хотят. Мы рассказываем, что их нужно кормить, дом строить и не нужно их обижать. Новые домики для пернатых появились и в городском парке. Сами своими силами сделали скворечники. Предприятие в этом приняло большое участие. Мы дали пример детям, подрастающему поколению. Для малышей сегодняшнее событие – это настоящий экологический праздник. Для них это все впервые, и они поэтому очень сильно радостны. Междуреченцы, заботитесь о птицах. Совместная акция именно потому, что у этих детей небольшой опыт положительного общения со взрослыми. Для них очень значимо, что люди, которые заняты на производстве, занимаются такими делами, которые обязанности взрослых не входят. Для них, я думаю, что это очень показательно. Ближе познакомиться с животным миром Кузбасса детям поможет книга «Природа Кузнецкого края», которая была издана благодаря компании «Евраз». Распадская угольная компания является экологически ответственной компанией. И мы с удовольствием принимаем участие во всех экологических акциях, в областных акциях, в городских акциях. Раз, два, три! Ура! Вера Фефилова, Игорь Ковалев, Новости, Мой, Междуреченск. О событиях которых не стоит забывать. Великая Отечественная война – это тяжелое время для страны. Современное поколение знает мирную жизнь, но мы должны помнить, кто завоевал для нас победу. Телеканал «Июнь» возобновил проект «Расскажи о своем герое». Очередная история на экране. «Расскажи о своем герое» Сегодня я расскажу о своих прадедах, которые участвовали в событиях Великой Отечественной войны. Мой прадед, Мажоровский Виталий Алексеевич, родился в 1924 году в городе Модилеве. В 1941 году мой прадед добровольцем уходит на фронт, в маршевую роту. В тяжелых боях под городом Липава он был контужен и тяжело ранен в голову. Часть осколков удалили, а часть он носил себе всю свою жизнь. У Виталия две боевые награды – Орден Великой Отечественной войны первой степени и Орден Красной Звезды. После ухода на пенсию мой прадед жил в Москве, участвовал в юбилейном параде ветеранов на Красной площади. Моя прабабушка Мажоровская Ева Андреевна родилась в 1922 году. В многосерийном фильме «17 мгновений весны» в пятой серии крупным планом показана фотография девушек-снайперов. И среди них и была моя прабабушка Ева. Войну Ева закончила в Восточной Пруссии, у стен Кёнигсберга. В ходе боевых действий уничтожил больше 60 фашистов. За боевые подвиги была награждена орденами и медалями. Мой прадед Ников Борис Матвеевич, после окончания школы он поступил в артиллерийское училище, после окончания которого был призван в авиационно-технический полк сержантом. Мой прадед отвечал за техническое состояние самолетов, которые наносили удар по противникам. Воевал на Белорусском фронте, дошел до Кёнигсберга. Он не любил рассказывать про войну. На сайте подвигнарода.ру я обнаружил, что мой прадед был награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. Моя прабабушка Никова Вера Александровна родилась в 1924 году в городе Ростове. Затем она с родителями переехала в город Баку. С 1942 года моя прабабушка была зенитчицей на знаменитой установке «Катюша». Мой прадед Фадеев Михаил Семенович всего в 17 лет он добровольцем уходит на фронт. Победа состоялась благодаря таким простым и отважным солдатам, как мой прадед. И ведь только благодаря им, нашим предкам, мы живем в свободной стране. Присоединяйтесь к проекту телеканала «Июнь. Народные новости». И делайте новости сами. Снимайте все, что волнует, интересует или удивляет. Приносите эти кадры нам, мы покажем их в эфире. Ну а сейчас увидим, что удивило междуреченцев на этот раз. Дом рушится прямо на глазах. Так назвали пользователи социальных сетей фотографию. Это Кузнецкая, 45. Этими кадрами делятся жители Лукьянова. Их возмущает мусор. То ли мимо бросают, то ли несвоевременно убирают. Но, очевидно, злоупотребляют. Мусор на аллее появляется каждый вечер. Каждый день иду на работу под ЖД-мостом возле торгового центра район. И боюсь, что когда-нибудь все это может просто рухнуть на головы прохожим. Такое письмо прислала Междуреченка телеканал «Июнь». Приложила фотографии. Как здорово проводить свободное время с домашним питомцем. Междуреченцы открыли купальный сезон. Видео делятся очевидцы. Делитесь своими кадрами. Присылайте в рубрику «Народные новости». Будьте в нашей команде. 1 мая – это время подводить итоги. Творческие коллективы уже показали свои лучшие номера жителям города. Прошли отчетные концерты. Но в Ледовом дворце «Кристалл» готовятся к закрытию зимнего сезона. Организаторы обещают – зрелище будет поистине удивительным. Уважаемые горожане, болельщики, любители спорта, хоккея и фигурного катания. Ледовый дворец «Кристалл» приглашает вас 28 апреля на торжественное закрытие 17-го хоккейного сезона. Это впервые у нас такое развлекательное шоу. Будет анимация, свет, звук. Пожалуйста, приходите, не пожалеете. Ждем вас. Не стоит забывать о безопасности. Но если вдруг вы почувствовали себя плохо. 1 и 2 мая экстренный амбулаторный прием терапевт ведет с 9 до 15 часов в травмпункте. Если нужна помощь ребенку, обращайтесь в педиатрическое отделение с 9 до 3 часов дня. Экстренная помощь при зубной боли будет оказана с 7.30 до полвторого в городской стоматологической поликлинике. Ну и теперь к событиям культурным. Как провести 1 мая? Увидите сейчас. Афиша на ближайшие выходные будет на экране. Спасибо, что были с нами. Наши новости есть и в социальных сетях. Пусть выходные будут по-настоящему весенними теплыми. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»